Добрый день! В этом видео я расскажу как собирается пентакль куб. На каждой грани здесь изображена пентаграмма, поэтому его иногда называют куб сатаны. Но эта голомка не сложная, сделана на базе 3х3 и оснащена дополнительными элементами, которые можно вращать. В зависимости от расцветки производителя голомка собирается немного по-разному. Если голомка в черном пластике с наклейками, как этот экземпляр, то мы сначала собираем ее как кубик робика 2х2, а потом уже ставим на место дополнительные центральные элементы. Если голомка из цветного пластика, то у производителя ЧИ можно обнаружить цветные ребра, которые почти скрыты другими элементами. У других же производителей ребра одноцветные и собирать их не нужно. При наличии двухцветных ребер их можно собирать, а можно игнорировать. Это уже на ваш выбор. Если двухцветные ребра есть, то собираем сначала как 3х3. Если двухцветных ребер нет и они одноцветные, то собираем как 2х2, но с центрами. Особенностью голомки является то, что вращать ее не так уж и просто. Можем перемещать центральные элементы на своей грани. Но чтобы сделать движение как 2х2 или 3х3, нужно сначала совместить вот эти линии на каждой грани, чтобы движение стало возможным. Совмещаем и тогда можно повернуть грань. Чтобы повернуть следующую, нужно опять совместить линии. К примеру, повернем верхнюю грань. Для этого вот эти линии надо поставить горизонтально. И тогда поворот возможен. И это самое сложное в пентакле. Вернее не сложное, а нудное. Так как для сборки кубик-коробки 3х3 иногда приходится использовать длинные алгоритмы. И перед каждым движением нужно выровнять центральные элементы на четырех гранях. Перед тем как собирать пентакль куб, необходимо освоить кубик рубика 3х3 или хотя бы 2х2. С подробными обучающими видео по этим головоломкам можно ознакомиться по ссылкам в описании. Здесь же я лишь кратко покажу базовые алгоритмы. Перемешивать пентакль куб тоже непросто. Также приходится выравнивать рисунок на четырех гранях, чтобы совершить движение. Поворачиваем грань, вращаем центральные элементы, чтобы перемешать и их, после чего делаем следующее движение. Можно, к примеру, одной гранью уже неплохо замешать головоломку. Но, конечно, нужно вращать и остальные. Таким образом мы перемешиваем вот эти четыре грани. Чтобы перемешать хорошо, нужно задействовать еще и другие. Выровняем здесь. Можно делать движение. Вращаем центральные, так, чтобы рисунок сохранился. Вот эта вертикальная линия. И делаем дальнейшие ходы. Так поступаем до тех пор, пока не надоест, либо головоломка хорошо не перемешается. Допустим, уже все хорошо перемешано. Начинаем собирать. По обыкновению начнем с белого цвета. Значит, нужно найти белый центр. Если у вас версия с двухцветными ребрами, то сначала нужно собрать белый крест вокруг вот этого белого центра. Это делать можно по-разному, но главное, чтобы ребро, к примеру, бело-зеленое, находилось между белым и зеленым центрами. Эти цвета должны совпадать. В Пентакли ребро различить не так просто, но при желании это получится. Бело-зеленое и собираем остальные. Напротив бело-зеленого будет бело-синее, потом бело-красное, бело-оранжевое. Любым доступным способом собираем так, чтобы был белый крест и центры совпадали. После этого обращаем белый центр вниз и находим сверху углы с белым цветом. Обращаем внимание вот на эти цвета, синий-оранжевый, делаем так, чтобы здесь были тоже синий и оранжевый. После чего делаем определенное количество пиф-пафов. Если белый цвет направлен вверх, достаточно сделать три пиф-пафа. Пиф-паф это четыре движения. Поднимаем правую грань, верхняя по часовой, опускаем правую грань, верхняя против часовой. И делаем третий. Если вы умеете собирать три на три, это уже вам знакомо. Продолжаем так дальше. Главное помнить, если белый цвет направлен не наверх, а в другую сторону, то нужно делать другое количество пиф-пафов. К примеру, если белый смотрит направо, делаем только один пиф-паф. Пиф-паф становится на место. Если направлен на нас, то нужно делать пять пиф-пафов, либо один обратный. Здесь цвета синий и красный, помимо белого. Подворачиваем синий и красный центры, делаем один обратный пиф-паф. Так собираем все углы, пока первый слой не будет готов. Должен получиться здесь вот везде один и тот же цвет на каждой грани. Если двухцветных ребер нет, то собирать можно попроще. Нет необходимости делать пиф-пафы каждый раз, так как крест мы не сломаем. К примеру, вот бело-красно-синий угол. Допустим, он стоит на грани, где есть белый центр. На 2х2 его нет, а на пентакле есть. И нужно поставить следующий угол. Вот он, бело-красный. Нужно поставить вот сюда. Можем сделать один обратный пиф-паф, как на 3х3, либо 5 обычных. А можем просто сделать вот так. Одно движение и два угла уже стоят хорошо. Следующий угол должен быть бело-зеленый. Нужно поставить его сюда. Ищем. Вот бело-зеленый. В данном случае лучше сделать один пиф-паф. Ну, три хода от него. Дальше бело-оранжевый. Ну, здесь тоже придется делать пиф-пафы. И вот первый слой собран. Переходим к пентаклю. Вот у нас белый центр. И здесь уже есть какой-то один уголок. Он бело-синий-красный. Прежде чем собирать все остальные, нужно проверить, что здесь красная грань, а здесь синяя. Синий, и тут должен быть синий. Красный, и тут должен быть красный. Цвета не совпадают. А значит, сначала нужно повернуть грань, где должен быть белый цвет, чтобы эти цвета совпали. Легко ошибиться и собрать полностью белую грань, ну, углы. А боковые цвета будут не те. Ну, и тогда это легко решается. Просто также можно подвинуть белую грань. Ну, лучше это сделать сразу. Белый, синий, красный. Синий, синий. Красный, красный. Значит, теперь вот сюда нужно поставить какой-то бело-красный уголок. В моем пентакле нет ребер, поэтому сборка будет быстрее. Этот уголок бело-красный, значит, здесь должен быть бело-красный. Наверху его нет. Ищем снизу. Здесь нет, здесь нет. Он здесь, в самом неудобном положении. Сначала оттуда его нужно достать, перенести куда-нибудь на верхнюю грань. Для этого, чтобы этот уголок поднять сюда, мы должны выровнять центральные элементы. Верхняя грань у нас желтая. Поднимаем. Вот получился бело-красно-зеленый угол на верхней грани. Теперь было бы очень хорошо перевести его вот сюда. Бело-красный. И здесь должен быть бело-красный. Мы бы тогда просто повернули правую грань, и он встал бы на место. Чем меньше движений, тем быстрее собирать. Значит, выравниваем центральные элементы так, чтобы вращалась верхняя грань. И вращаем до этого положения. Теперь осталось бело-красный сюда поставить. Выравниваем вот так, чтобы вращалась правая грань. И у нас уже два угла рядом с белым центром готовы. Перехватываем. Здесь должен быть бело-зеленый. А здесь бело-оранжевый. Он не подойдет. Ищем бело-зеленый. Он вот здесь. Было бы неплохо. Опять его повернуть так, чтобы белым цветом смотрел на нас. Мы опять бы в одно движение поставили бы его на место. Но чтобы повернуть верхнюю грань, мы опять выравниваем боковые центры, чтобы получилась горизонтальная линия. После чего вращаем. Бело-зеленый должен стоять вот здесь. Значит, нужно вращать теперь правую грань. Выравниваем, все хорошо. Перехватываем. И здесь должен быть бело-оранжевый. Он здесь и есть, но развернут. Для начала его мы поднимем наверх. Дальше посмотрим, что с ним делать. Чтобы поднять его наверх, видимо нужно вращать правую грань. Выравниваем. Вот этот угол мы поднимаем. Подняли. Но чтобы нас вот этот угол не сломался, нам нужно его теперь отвести куда-нибудь в сторону. Или можем просто делать пиф-пафы, пока у нас не получится то, что нужно. Отводим в сторону. Возвращаем этот уголок на место. Ну или делаем третий ход пиф-пафа. И теперь этот угол ставим направо над своим местом. Значит, выравниваем горизонтальную линию. Ну и теперь понимаем, что из этого положения нам достаточно сделать один пиф-паф. Ну, вернее, три хода от него и все будет хорошо. Сначала выравниваем вертикальную линию. Поднимаем. Дальше нам нужно повернуть верхнюю грань по часовой стрелке, чтобы совместить их рядом. И опять нужно сделать движение правой гранью на себя, чтобы два этих угла поставить на место. И вот мы собрали первый слой на 2х2 без вот этих центральных элементов. Боковые цвета совпадают и совпадают с боковым центром. На каждой грани. Если у вас пентакль с двухцветными ребрами, то нужно собирать второй слой. На версиях без таких ребер этот этап можно пропустить. Покажу основные алгоритмы. Чтобы ребро сверху поставить налево, предварительно цвет центра и ребра вот здесь должен совпадать, мы делаем следующий алгоритм. Ребро налево. Отводим направо, поднимаем слева, возвращаем, возвращаем. Получается пара. Отводим назад, поднимаем переднюю грань, вставляем ребро, опускаем. Ребро на месте. Если аналогичное ребро нужно поставить направо, то мы делаем алгоритм зеркально. Вот сине-красное нужно поставить вот сюда. Отводим налево, поднимаем справа, возвращаем, возвращаем. Отводим пару назад, поднимаем переднюю грань, вставляем, опускаем. Так собираем все четыре ребра второго слоя при помощи этих алгоритмов. На моей версии цветных ребер нет, поэтому я этот этап пропускаю. Также на версии с двухцветными ребрами необходимо собирать крест на верхней грани. Там есть три ситуации. Когда два правильно ориентированных ребра располагаются слева и справа, то есть напротив, мы делаем алгоритм палка. Передняя грань по часовой, пиф-паф, передняя против часовой. Получается желтый крест. Если правильно ориентированные ребра находятся рядом, мы располагаем их слева и сзади, делаем другой алгоритм. Поворачиваем переднюю грань, делаем два обычных или один обратный пиф-паф. Я покажу два обычных. И возвращаем переднюю грань на место. На пентах или короче, было бы сделать один обратный. В этом можно использовать, если владеете. Из ситуации, когда правильно ориентированных ребер нет, мы делаем сначала из любой положения палку. Получаем галку. Ставим правильно и делаем галку. И получается крест. У меня собралась вся грань, но креста достаточно. Дальше, как на 2х2, так и на 3х3, необходимо разворачивать желтые углы. Для этого нам потребуются также пиф-пафы. Для этого мы желтую грань, желтый центр, располагаем налево. Смотрим вот на этот задний левый верхний угол. Если желтый цвет расположен там, где надо, мы его пропускаем. Подворачиваем следующий. Если желтый цвет направлен вверх, делаем 4 пиф-пафа. Один, второй, третий, четвертый. И уголок разворачивается. Не перехватывая куб, поворачиваем левую грань. Смотрим опять сюда. Желтый цвет направлен назад, значит нужно сделать 2 пиф-пафа. Либо 2, либо 4. Один, второй. И желтая грань собрана. То же самое и на 2х2. Обращаем желтую грань налево. Здесь должен быть желтый центр в пентакле, но на 2х2 его нет. Мы видим, что желтая грань располагается напротив белой. Также прокидываем. Этот угол собран. Следующий подворачиваем. Желтый направлен вверх. Делаем 4 пиф-пафа. Один, два, три, четыре. Собралось. Не перехватывая кубик, подворачиваем следующий уголок. Желтый направлен назад. Делаем 2 пиф-пафа. Также желтая грань собрана. Я показал, как это делать по методу для начинающих. Если вы знаете о лоял из метода Фридрих, то спокойно можете использовать и продвинутые алгоритмы. Так будет гораздо быстрее. Посмотрим, как это выглядит на пентакле. Мы видим, что два угла желтой стороной направлены наверх. Туда же, где желтый центр. Значит, вот эти два угла нужно развернуть. Может потребуется развернуть два, три или четыре угла. Сюда действуем одинаково. Два, либо четыре пиф-пафа. Обращаем желтую грань налево. Смотрим на вот этот уголок. Здесь желтый цвет направлен назад. Значит, нужно сделать два пиф-пафа. Для этого нам нужно вращать правую грань и верхнюю, как мы уже привыкли. Начинать нужно с правой, поэтому выравниваем вертикальную линию. Здесь удобно запомнить, какой цвет наверху. То, что приходится перехватывать и надо возвращаться в исходное положение. Если изменить ориентацию кубика, то потом элементы не соберутся. Тут надо быть внимательным. У меня сверху красная грань. Значит, она сверху и будет оставаться. Нужно сделать два пиф-пафа. Начинаем первый ход пиф-пафа. Дальше движение верхней гранью. Выравниваем горизонтальную линию. Второй ход пиф-пафа. Выравниваем вертикальную линию. Правая грань на себя. Горисонтальная линия. Сделали. Один пиф-паф. Нужно второй. Вертикальную линию делаем. Можно заметить, что нижнюю грань вращать не нужно, так как раз ее поставили и все хорошо. Поднимаем. Точно так же мы пока не трогаем левую грань, так как для правого движения она не задействована. Поэтому выравниваем только три. Второе движение пиф-пафа. Третье движение это правая грань на себе. Выравниваем три грани. Горизонт. Сделали два пиф-пафа. Сверху красный центр. Смотрим. Уголок развернулся хорошо. Теперь на его место, не перехватывая, нужно поставить следующий уголок. А для этого нам придется выровнять вертикальную линию с левой стороны. Ну и тут нижнюю грань придется потревожить. Так. Желтый цвет направлен наверх, значит нужно сделать четыре пиф-пафа. Возвращаемся к правой стороне. Выравниваем здесь вертикаль. Делаем первый ход пиф-пафа. Поднимаем. Горизонталь. Обратный ход пиф-пафа. Обратный ход на верхней грани. Это первый пиф-паф. Делаем следующий. Это уже заканчивается второй пиф-паф. Два пиф-пафа. Нужно еще два. Вертикаль. Если приноровиться, то потом это будет получаться быстрее. То заканчивается третий пиф-паф. И начинаем четвертый. Третий ход пиф-пафа. Ну и финальные движения. Проверяем. Желтые углы. Все правильно ориентированные. Их конфигурация могла быть изначально другой. Напомню, что можно разворачивать два, три или четыре угла. Но принцип тот же. Осталось переставить по местам ребра, если они есть, и углы в любом случае. Если есть цветные ребра, то можно использовать алгоритм из метода для начинающих. Для этого мы располагаем два ребра на своих местах слева и сзади. При условии, что они стоят рядом, а не напротив. Если такое возможно, то делаем следующий алгоритм. Правая грань на себя, верхняя два раза. Правая от себя, верхняя два раза. Правая на себя, передняя грань по часовой стрелке. Пиф-паф. Правая на себя, передняя против часовой. Правая дважды, верх против часовой. Тогда все ребра встанут на места. В случае, если правильные ребра можно расположить только напротив на своих местах. Вот зеленый с центром совпадает. Здесь синий с центром совпадает. То можно сделать предыдущий алгоритм дважды. После первого раза ребра правильные окажутся рядом. Ставим их на свои места. И потом делаем алгоритм еще раз. Либо можно использовать алгоритм Т1. Берем правильные ребра перед собой и сзади. Делаем следующие движения. Пиф-паф. Правая на себя, перед по часовой. Правая дважды. Вверх против часовой. Правая на себя. Вверх против часовой. Правая от себя. Вверх по часовой. Правая на себя. Передняя грань против часовой стрелки. И все ребра также на местах. Мне ребра переставлять не нужно. Поэтому перейдем сразу к углам. Когда ребра собраны либо они отсутствуют. Дальше нужно расставить по местам уголки. Для этого также используем алгоритм из метода для начинающих. Располагаем желтую грань перед собой. И ищем уголок, который стоит на своем месте. Вот он. Он должен совпадать по цветам с ребрами. А если ребер нет, то с центрами. Красный с красным. Зеленый с зеленым. Располагаем его слева сверху спереди. Делаем следующие движения. Правая от себя. Вверх против часовой. Правая от себя. Низ дважды в любую сторону. Правая на себя. Вверх по часовой. Правая от себя. Низ опять же дважды в любую сторону. И правая грань дважды. Если с первого раза не собралось, то повторяем. Если изначально не было уголка на месте, то делаем этот же алгоритм, располагая желтую грань перед собой. После чего уголок появится. На версии без цветных ребер также можно использовать алгоритмы из 2х2. Причем те, которые я уже показывал для сборки ребер. Если у нас есть готовый блок, то можем расположить его перед собой. И сделать алгоритм, который переставляет ребра, находящиеся рядом. На себя. Два раза. От себя. Два раза. На себя. По часовой. Пиф-паф. На себя. Против часовой. Дважды. Против часовой. На себя. Против часовой. От себя. По часовой. На себя. Передняя. Против часовой. Если готового блока нет, на 2х2 нужно использовать предложенные алгоритмы дважды, либо алгоритм копье. Но на пентакле выглядит все это немножко по-другому. Здесь всегда есть центры, поэтому блок найти не так просто. Даже если он и есть, он может стоять не там. Но мы всегда вспомним алгоритм из 3х3 и ищем уголок, который стоит на своем месте. Обращаем желтую грань к себе и проверяем. Красный. Красный. Совпадает. Зеленый. Зеленый. Совпадает. Этот уголок стоит на своем месте. Здесь зеленый-синий не совпадает. Значит уже нет. Оранжевый-оранжевый. Синий-синий. Синий-зеленый. Красный-оранжевый. Мы видим, что здесь совпадает два угла. То есть два угла стоят на своих местах. А значит нужно делать либо алгоритм копье, который знают не все, поэтому я не буду его использовать, но при желании вы можете найти его в описании под видео. Здесь не поможет алгоритм из кубика 3х3 для перестановки углов, который мы делали из такого положения. Здесь придется делать двойную перестановку. Я сделаю два раза T-Perm, так как мне кажется это проще. Но можно сделать алгоритм на перестановке ребер, который находится рядом, если T-Perm вы не владеете. Для начала располагаю желтую грань сверху и делаю первый T-Perm. Он начинается с пиф-пафа, поэтому будет легче. Правая грань от себя. Дальше делаем горизонт. Верхняя грань по часовой стрелке. Обратно правую грань нужно сделать. И обратно верхнюю. И вот мы сделали пиф-паф. Дальше движение правой грани на себя. Нужно докручивать до конца. Теперь движение передней грани. Значит нужно сделать вот такую полоску. Выровнять переднюю грань по часовой. После движения правой грани дважды. Дальше верхняя грань против часовой. Правая грань на себя. Верхняя опять против часовой. И правая грань от себя. Теперь верхняя по часовой. Правая на себя. И финальный ход. Передняя грань против часовой стрелки. Смотрим что получилось. У нас как-то углы переставились. Но видимо два синих стоят рядом. Но стоят не на своих местах. Но правильно друг относительно друга. Дальше оранжевый и зеленый. Друг с другом не совпадают. Но зеленый совпадает с центром. Так же как и здесь красный. То есть получается вот этот уголок стоит на месте. И вот этот не на месте. Получается что мы можем использовать либо алгоритм из 3х3 из такого положения. Который нам переставит три угла. Либо можем вот эти уголки расположить слева. Сделать еще раз теперь. И потом верхнюю грань довернуть. То что синие находится на оранжевой грани. Довернуть мы сможем. Теперь на пентакле я уже показывал. Поэтому давайте сделаем более короткий алгоритм. Для перестановки трех углов. Для этого прокидываем желтую грань на себя. Ищем угол который стоит на месте. Ну мы его уже знаем. Желто зелено красный. Дальше делаем движение. Которое переставит вот эти три угла. Начинаем с правой грани. Делаем вертикальную линию. Поднимаем. Дальше. Нужно повернуть верхнюю грань. Движение против часовой стрелки. Дальше. Продолжаем движение правой гранью. от себя. И теперь вращаем нижнюю. Для этого выравниваем горизонтальную линию снизу. Вращать будем два раза. Неважно в какую сторону. Дальше. Опять правая грань. Верхняя. И опять правая. Снова нижняя дважды. То есть движения вроде бы те же. Но каждый раз приходится дополнительно что-то выравнивать. Так. Нижняя. Нижняя. Так. Проще в эту сторону. И правая грань. Опять дважды. Смотрим что получилось. Желтые уголки. Все вроде бы стоят хорошо. Цвета. Все совпадают. На этом этап 3х3 завершен. Дальше проще. То здесь пока новых алгоритмов для тех кто умеет собирать 3х3 или 2х2 быть не должно. А дальше серьезных алгоритмов не будет. Все движения интуитивны и более быстрые. Нам остается расставить центральные элементы по своим местам. Для этого нужно выровнять одну грань. Вот у нас к примеру есть вот эта правая. И с ее помощью мы соберем центральные элементы на какой-то одной грани. Давайте опять начнем с белой. Чтобы было посложнее. Для этого удобно сначала поставить к одинокому центру какой-то вот такой вот треугольник. У нас здесь будут маленькие треугольники и большие. Теперь к такой конструкции удобно подставить парочку из большого и маленького треугольника. Этот мы отвернем, чтобы не сломать. Так у нас вот эта грань будет вращаться. И найдем где-то такую парочку. А если ее нет, то создадим. Парочка нашлась. Выравниваем, чтобы она была полностью на правом слое. Теперь смотрим. Если мы подвинем вот так, то будет не очень красиво. Значит пока отведем в сторону. И поставим вот так. Стоит обратить внимание, что если мы вращаем только одну грань. У нас уголки могут временно не совпадать вот с этими. Главное не забыть их потом вернуть. Вот сейчас у нас уголки совпадают. Мы спокойно отведем нашу конструкцию и можем вращать дальше. Теперь неплохо бы либо еще одну такую парочку создать. Поставить рядом. Либо поставить вот такой треугольник. Маленький. Давайте поставим маленький треугольник. С этой стороны, наверное, не очень. Будет неудобностью доставить большой. Поэтому лучше поставим вот так. Вот получилась такая конструкция. И к ней мы можем добавить вот такие тройные элементы. Способов есть много. Покажу разные приемы. Значит, где-то на сторонней грани соберем вот такую тройную конструкцию. Два больших треугольника, один маленький. Если вы умеете собирать центры на 5 на 5, то эти знания вам пригодятся. Мы видим, что один белый элемент только. А остальные получаются вот где-то на боковых гранях, что пока неудобно. Чтобы все не переломалось, восстановим сначала уголки, если они по цветам не совпадают. И попробуем вот эти вот белые элементы с боковых граней перенести вот на эти 4. Чтобы было проще. Чтобы несколько раз не перенастраивать вращение грани. То есть я сделаю теперь, чтобы вращалась вот эта грань. И все белые вот эти элементы перенесу куда-нибудь на остальные 4. Вот у нас белая грань. Давайте перенесем все на красное. Вот эти два перенесем сюда. Если я сделаю вот так, то потом, развернув, я, получается, вот это белое заберу. Это не очень хорошо. Чтобы элемент, который находится на грани, здесь оставался, нужно поставить его так же справа. То есть я сейчас поставлю вот этот элемент на это место. А вот эти два уйдут на заднюю грань. Теперь здесь подверну, возвращаю их, и все осталось на местах. Давайте подобным образом закинем и вот этот треугольник. Так. Подворачиваю, чтобы здесь стало пусто. Возвращаю. И вот уже куча белых элементов находится здесь. У нас еще белый один вот здесь. Еще один вот здесь. Их можно здесь как-то объединить. Вот так они объединились. И перенести на какую-нибудь удобную грань. Но здесь уже места много занято. Давайте на противоположную перенесем. Так. И вот так. Можно было, конечно, перенастроиться. Но я показываю, как выбрать одно направление и по нему действовать. Возвращаемся. Вот наша белая конструкция. И здесь много белых элементов. Где-то должно быть. А вот на этой грани и на этой. На красной и на оранжевой. Опять выровняем какую-нибудь правую грань. И вот здесь вот осталось немножко, чтобы дособрать тройной. Так. И вот так. Три элемента готовы. Ставим их сразу вот сюда. Видим, что здесь белые уголки, а здесь красные. И когда уже много собрано, лучше сделать так, чтобы они совпадали. И мы делали дальше уже только возвратные движения. Белые, белые. Осталось где-то собрать вот эти три в кучку и переставить вот сюда. Чтобы это было удобно сделать, сначала отведем на соседнюю грань. Здесь подвернем так. А здесь вот так. После чего их можно соединить. Уголки, между тем, пока все стоят хорошо. Теперь у нас есть два способа, чтобы тройной блок переставить вот сюда. Первый способ. Мы пустое место переносим вот сюда. Вставляем блок. И возвращаем. И одна грань собрана. Второй способ немножко иной. Мы сначала ставим вот сюда полностью заполненный блок. Ровно под ним располагаем тот, который собирались ставить. Выбиваем вот этот. Подводим пустое место. Возвращаем. Эффект будет одинаковый, смотря где как удобно. После сборки одной грани удобнее собрать противоположную. Можно и любые другие. Но просто будет удобнее собрать противоположные, чтобы потом четыре были на одной оси. И мы их легко дособрали. Противоположные у нас желтые. Причем у нас вот здесь вот уже выровненная грань есть. И можем максимум элементов поставить. Но поскольку белое уже собрано, делать нужно всегда будет возвратные движения. Что у нас тут есть? У нас здесь есть вот такой вот маленький треугольник. Закидываем сюда. Поворачиваем. Возвращаем. Дальше. Здесь есть большой треугольник. Здесь большой треугольник. Ну, что-то этого маловато. Но на боковой грани есть больше элементов. Здесь нет. Нам удобно, когда все элементы вот так располагаются. Поэтому вот эти, наверное, стоит куда-нибудь сюда перенести. Либо перенастраивать несколько раз. Я, пожалуй, перенесу. Так. 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 Вроде ровно. Чтобы вот это сохранить. Ставим на эту линию. Подводим. Подворачиваем. Возвращаем. Вот они сгруппировались. Ставим опять на эту линию. Эти сюда. Подводим. Отводим в сторону. Возвращаем. Перехватываем обратно. И видим, что у нас уже тройной блок собрался. Значит, можно его поставить на место. Если мы поставим вот сюда. Да. Вот таким образом. То вот этот элемент потом вернется сюда же. Если мы хотим от него избавиться. То лучше выбить пустой блок. Сделать вот так. Потом вот так развернуть. И забрать. И получить ситуацию, которая уже знакома. Здесь двойной блок. Поставим его так, чтобы сюда что-то добавить. Здесь вот большой треугольник. Отсюда. Его закидываем вот сюда. Отводим в сторону. И восстанавливаем углы. Чтобы оранжевые вернулись, а желтые вернулись. Дальше ситуация уже знакомая. Тут много. Пустой тройной блок. Опускаем. Загоняем. Возвращаем. Самое сложное на этапе сборки центров уже готово. Дальше. Собранные центры мы располагаем по бокам. Выравниваем правую грань один раз. И из такого положения соберем все, что осталось. Вот у нас вращается. Можно собирать в любой последовательности. Но желательно собрать один и следующий рядом, чтобы не делать двойных движений. Здесь мы видим. Вот у нас центр с маленьким треугольником. Можно к нему поставить вот эту пару. Подводим. Отводим в сторону. Возвращаем. Всякий раз делаем возвратное движение, чтобы сохранить уголки. Далее можно либо поставить сюда маленький треугольник, либо вот такую пару из большого и маленького. Смотря что есть. Пары нет. Маленький треугольник и есть. Давайте треугольник ставить. Ставим. Но с этой стороны не очень. Поэтому я бы вот так развернул. И вот так уже получше. Дальше нужно собрать вот такие тройные блоки. Один элемент на месте. Можно постепенно вот этот объединить с этим. Подводим. Отводим в сторону. Восстанавливаем. Дальше к нему вот сюда нужен большой. Вот такой, к примеру. Подводим. Его можно вот сюда вот поставить. И когда будем восстанавливать, он переместится на соседнюю грань. Дальше отсюда уже поближе выбиваем несобранное. Разворачиваем. Возвращаем. Остался один. Так. 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 Дособерем тройной блок. Подводим. Отводим в сторону. Возвращаем. Ну и теперь опять пустое место. Подводим. Разворачиваем. Возвращаем. Три грани собраны. Дальше легче. Есть красные. Можно считать, что это центр с вот таким маленьким треугольником. И можно какую-то вот двойную поставить. А можно к этому центру поставить еще один треугольник маленький. И получить уже поинтереснее конструкцию. Вот здесь вот есть красный. Можно сделать вот так. И вот так. И вот сюда можно тройной блок поставить, который вот здесь уже готов. поднимаем. Разворачиваем. Ну, чем-то придется пожертвовать. А можно и не жертвовать. И восстанавливаем углы. Дальше вот сюда можно тройной поставить. Или поставить сюда двойной, потому что вот это все равно придется сломать. двойной. Соберем вот здесь. Соберем вот здесь. И поставим вот сюда. Дальше получили вот такую ситуацию. Не очень удобную. Поэтому лучше мы перенесем все это на соседнюю грань. И здесь уже будем собирать. Так. Двойной блок. Теперь из такого положения мы можем собрать тройной блок. Запомнили, что красный здесь. Отводим. Подворачиваем. Возвращаем. Тронной блок вот на это место очень хорошо встанет. Подводим место. Загоняем блок. Возвращаем. Ну и остается собрать два центра. Соберутся они одновременно. Здесь наверное удобно поставить блок вот такой двойной. Раз он уже готов. К нему поставить еще двойной. Раз он тоже уже готов. Здесь как-то собрать. Если вы владеете 5 на 5, то многие ситуации покажутся знакомыми. Да. То есть в данном случае можно делать вот так. Давайте покажу в общем случае, какие бывают неудобные положения и как с ними бороться. Если случай вот такой и 5 на 5 вы не владеете, можно просто каким-то образом собрать вот здесь тройной блок и знакомым способом поставить его на место. Если тройной блок собирается нелегко, к примеру, положение вот такое. То есть мы ставим, чтобы свободное место здесь занялось, а здесь не получается. То можно поступить как выбить двойной блок и поменять ориентацию вот этого, вернув его. И теперь уже тройной блок получится. Можно его отвести в сторону, а можно сразу забрать. Если нужно переставить только один элемент, то можем поступить похожим образом. Расположить вот этот справа и вот этот двойной справа. Опустить, отвести, поднять. Да, и получить уже что-то знакомое. В данном случае можно сделать вот так. Опять отвести, повернуть, поднять. Получить тройной блок, который уже знакомым способом ставится на место. Ну и еще вот такая ситуация может возникнуть. Также решается интуитивно. Сначала переносим как-нибудь на эту грань. Маленький треугольник, чтобы он тут не мешался. Далее любым способом собираем двойной блок. Вот это отводим. Получаем здесь двойной, здесь один. И уже здесь как-то решаем. Есть много других способов собирать это быстрее. Использовать наработки из других головоломок. Я показал основы. Дальше можно уже на свое усмотрение придумывать любые более интересные движения. Головоломка не столько сложная, сколько нудная. Так как, чтобы сделать один знакомый алгоритм, нужно несколько раз выровнять центры. И в процессе выполнения можно сбиться, из-за чего перемешается. Поэтому считают ее некоторые люди сложной. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok